3, 2, 1, как я соскучился держать эту камеру. Сейчас как бы знаменательное событие. Мне поступил звонок от Валентина, а он просто так не звонит. Джиггер-наут версия 2.0. Камбэк. Вот меня знаешь, что бесит зимой, короче, даже элементарно, когда фоткаешься, глаза вот такие вот узкие. Ну, раздражаются же, когда всё белое. Да. И как я понял, он обновил себе машину. Ну, я уже в окно посмотрел, какая она. Это белый Hyundai. Но сейчас сделаем, короче, такое удивление, как будто вааа, ничего себе. Это вот, видишь, смотри, на тазах, видишь, там резинки, короче, торчат. И, ну, не очень смотрится. Рокер всё перевесил, красавчик. Я прям, это, знаешь, огорчился слегка, когда ты это сказал, что, типа, поменял номера. А ты всё-таки перевесил. Конечно. Не битые, не крашеные. Любые проверки на ваш счёт. Точно? Точно. Новые. В Уфе, да, брали? Да, с автосалона. Так, ну, Валёк, сзади не потрахаешься, да? Не смешно. Ну, ну, нет, ну, ну, я серьёзно. Меня знаешь, что он ничего не радует? Пошли, выйдешь. Так, пошли, выйду. Вот они, видите, работают. Так. Сейчас габариты включают. До сих пор работают. А теперь смотри на ближний свет. Капец. Потом здесь, петь, вот, туманных нет. Это на всех соляриях сыхнулок таких, прикинь. Вот ты взял машину с салона. Всё, как бы, если битая крашена, то это будешь только ты. Как бы, ты уже в машине уверен. Да. Чё будешь менять? Да, уголки для пищалок это вот будет. Но проект начнётся не скоро. Начнётся он где-то через полгодика. Пристегнёмся. Да, в смысле, здесь как хочешь. Ну, ты, я, смотри, ты пристёгиваешься. Я чё, лысый, что ли? Да. Нет, я мохнатый. Я изначально, ты чё, у меня какая была. В один автосалон заехали. Там был Богдан белый, чисто такой же. Но он, короче, не был в максимальной комплектации. Ну, там, кондиционера не было. А мне он, ух, как это, прям принципиален был. И получилось так, что я вроде, ну, хочу. Он белый, вот такой крутой. Но нет, пришлось, короче, ехать в другой город и искать подобную машину. Да, да. Но она приятнее. Автомат здесь переключается плавнее, чем на той. Там четырёхступка. Там нет возможности переключения на механику. А здесь есть. Там чисто три скорости, две можно переключать, либо пониженная стоит, автоматически она переключает. А здесь можно самим. А тебе вот эта механика, прям принципиально была? Ну, почему бы и нет. Почему бы и нет. Когда забуксуешь, например, да, хоп, поставил на отнёрку, и всё. Ты спокойно выйдешь. Эко-режим, антизанос выключил, и всё. А из X продали? Да, за 640. То есть я нисколько не потерял денег, за сколько взяли, за столько продали. Но вот по музыке я послушал нормально, здесь всё лучше что-то нужно. Он, кстати, синхронизацию с айфоном делает, то есть чисто напрямую шнур идёшь, вставляешь, и нормально. Мне это тоже понравилось очень сильно. Чё по расходу? Вот я с Уфы ехал, я удивился, 13 литров сажала. На автомате. С Уфы, ёпарэсатэ, это вообще... Нет, с радио сравнивать даже не стоит, надо было шнур взять. Ну вот тебе вот сейчас смотри, если ты хочешь чисто вот, ну так, приемлемо послушать музыку... Здесь всё общество нужно. И пищалки. И пищалки, да. Всё, здесь ничего не надо. И у тебя она чисто будет, и громко ты всё равно не слушаешь. Да. Я давно хотел седан, внедорожник для меня рано, вот мне скучно в внедорожнике есть. Ну не потопишь, ну вот не погоняешь, ну вот не знаю. Сейчас там комментаторы... Блядь, а на это что потопишь что ли? Да, как я люблю вот по улице ходить, ты не представляешь. Валек, кстати, это не видел. Машину? Да. Чё, когда будешь с Вальком стартовать? Да я на него, он, кстати, смотришь, он, он, он. Серьёзно, блядь! Ну как? Вообще чисто рандом. Да, сука. Да лезешь, блин, таксист, чёртов. Петух. Петух, петух. Не, я с ним стартовать даже не буду, я уже вышел с такого возраста, чтобы доказывать чему-то, кому-то чё-то доказывать. Мне категорически пофиг насрать, мне нравится, что у меня такая машина, мне некомфортная. По расходу она, она стоит своих денег, это цена, соответствие, качество и опции. Потому что вот за 710 тысяч на автомате машину, новую, вряд ли ты где-то найдёшь. Нет, это просто транспорт, передвижение средств, простое такое. У-у-у, у тебя сейчас где-то один джага не понимает. Вообще не понимает, он отвернулся даже. На бульте, я её смотрю. У-у-у, у тебя сейчас со прадика, один мой подписчик, блядь. Вот помнишь, ты мне скидывал скрин Шекера, Александр? Он знаешь, как на прадике дрочит? Так вот, Тоби пизда. А, вот этот что ли, который, кто тебе добавляется? Да, да он, короче, накосячил, я его удалил из друзей. Он хуяк опять добавляется. Я вот, короче, ну решил его постебать, так. Понятно. Привет тебе, Шекера. Не, прадики отличное авто. Отличное, но мне пофиг. Ни разу. Мне пофиг. Просто, как бы, знаешь, иногда в погоне за какими-то опциями лишними, ты иногда задумываешься, блядь, а нужны ли они тебе? Если ты включаешь этот режим, машина начинает работать, вроде первые 30-45 секунд. А потом только, а нихуя! Да, потом, ааа, всё, сиди. Даже Infinity угнали какой-то там. Ну, я бы Infinity тоже угнал. Вот, поэтому надо предохраняться. И всем здравствуйте, сегодня мы распаковываем машину! Ну, всё, отдирай. В смысле? Ааа, скотч, что ли? Да. Я-то думал! Валёк, в хозяйстве пригодится. В УГУ привези, типа, в канцелярию отдашь. Ну, конечно, а тыру? Да, будете реферацию подклеивать. Вот смотри, вот видишь, как выглядит на экран? Вот. Видос, ну, прям, я так хочу снимать, то есть. Настя, я вырежу. Я и говорю, ты это вырежешь. Пошли на переходы, дойдём. А то как шакалы стоим. Ну, блядь, нарушаем. А что ещё могу сказать? Крету, Крету смотрели. Отец хотел внедорожник. Он и сейчас говорит по внедорожнику. Говорит, два соляерска в семье это не очень. А что это ты рассказывал, что номера поменяются? Ну, блин, рокер. Я, понимаешь, я тебя по ним только и узнавал. То есть, как бы, я вот единственный, вот, чьи номера запомнил, так это твои. Я вальковские номера не помню, ничьи абсолютно. Я вот проезжаю, смотрю, а, чёрная АСХ, номера, рокер, всё, значит, что-то там это отоваривается где-то. Я думаю, ладно тебе довольствуйся машиной. Вот тот соляерс, который у него на рынке вторичном, нету такого соляерса. Точно такого же, такой же комплектации. Там и камера заднего вида, если в зеркале, выходит здесь. Считай, вонди! Я думал, не знаю, что ты там пищишь уже. Звук противный вообще. И когда вот тебе сзади слепит, допустим, едет ксенон или там галоген, он сам затемняет стекло, чтобы тебе это не слепило в глаза через зеркало заднего вида. 990. Пароль? Нет, это... Я имею в виду, машина новая, надеется, не у нас. Ааа, ничего себе! Валёк! Да не, я просто говорю, не показывал вам. Ну ладно, всё. Ой, хоть стоп-кадр, короче, на камеру сделаю с фишами. Только это кадр, ну не боли ножны там. Что, где-то здесь. Позняк спалил уже, всё, уже взламываю. Там, не знаю, замутни её, что ли, чем-то. Замутни. Всё, Валёк, поздно уже её взламываю. Валёк, поздно уже её взламываю. Да ты... Пусть ей не палить. Да ты... Ты вообще, что ли, это, парашник? Это же топ-контент. Чё ты не хочешь-то? На Инстаграме не надо. Только поймёте видео. И чё, ты их не удивишь? 5, 6, 7, 100, 10, 10, 10... Надо вслух считать. Иди нафиг. Вот такая стипендия у студента обыкновенного. Если вы только хорошо учиться будете, а не как Жага. Повышенная. Так, ну вот тут кнопка. Или тут тоже вытаскивается. Е, бой. Повышенная стоит на 4,90. Чтоб такие опции были в такой машине, 12-го года, да ну тебе. Это вообще самый оптимальный выбор. Я бы проехал вообще поебать. Жопу проще остановить, чем машину. О, мажор. Вот если на таком крышу стонировать не очень будет. А вот тут, видишь, он не переливается, будет бело-чёрный такой монокром. Ты давай там не слушай незнающих людей. Джага тебе плохой не посоветует. Да всё равно не видно. Ну, окей, да, ты бок будешь видеть, но, допустим, в зеркала уже заднего вида... Ты долбишься в голову. Да, ты уже по-любому опускаешь окна, какой бы мороз ни было. Это, блядь, это проверено. Давай, счастливый человек. Стоп-кадр сделаю. Коробку забыл переключить, блядь. Шамай едет, душит тут. Вообще, что ли, Баяна тут не вспомнил? Подними палец. Палец подними. На кроссовке три полоски, я иду по-маяковски. Бит, шагая по району с огромным магнитопоном. Без колонок криминал, рэп мой валит на повал.